Украинский Мюнхен противники Виктора Януковича сместили акценты Международной конференции по безопасности в сторону событий в Киеве. Джон Керри обидел Израиль. Руководство еврейского государства жестко скритиковало выступление американского госсекретаря в Мюнхене. В поддержку узников в Болотной участники шествия в Москве обратились к спортсменам и гостям предстоящей Олимпиады в Сочи. Лидеры украинской оппозиции объявили о плане урегулирования политического кризиса в стране. Детали обсуждались на конференции по безопасности в Мюнхене с представителями США и Европейского Союза. Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Петр Порошенко пытались заручиться поддержкой международного сообщества. И им это удалось. Окончательный вариант плана был обнародован после встречи оппозиционеров с госсекретарем США Джоном Керри. Об украинских итогах трехдневной конференции по безопасности в баварской столице Яна Карпова. Крепкие рукопожатия и надежда в глазах. Украинская оппозиция в лице лидера фракции «Батькевщина» Арсений Яценюка, руководителя партии «Удар» Виталия Кличко и оппозиционного депутата Рада Петра Порошенко встретилась с госсекретарем США Джоном Керри. После встречи оппозиция озвучила свой план урегулирования конфликта. Прекращение насилия, освобождение заложников украинской власти, расследование фактов хищения, избиения, пыток и убийств украинцев, а также проведение конституционной реформы. Однако глава МИД Украины Леонид Кожара считает, что украинская власть уже выполнила главные условия оппозиции. На встрече с Виталием Кличко в присутствии западных политиков он фактически обвинил оппозиционеров в безответственности. Так вы с экстремистскими группировками, у которых слоганы и эмблемы похожи на нацистские, вы с теми экстремистами, которые нападают на милицию с коктейлями Молотова, или нет? Если вы лидеры оппозиции, пожалуйста, будьте ответственны и разделяйте эту ответственность. По мнению Виталия Кличко, власти намеренно пытаются внести раскол в украинскую оппозицию. Вне зависимости от политических взглядов, намерения у лидеров протестного движения одинаковые. Мы все смотрим на нашу страну Украину, одну из крупнейших стран в Европе, как на европейскую, современную, стабильную в экономическом и политическом плане. Мы хотели бы снизить градус накала. Этот кризис в Украине может повлиять на весь регион. Призывы к прекращению насилия в Украине были слышны и на Мюнхенском Евромайдане. Там же оппозиция впервые озвучила свои ожидания от международных финансовых структур. Ситуация в стране тяжелейшая. То есть по нашим оценкам стране необходимо около 15 миллиардов долларов кредита для того, чтобы гасить текущее обязательство. Предыдущее правительство взяло взайм на протяжении трех лет более 35 миллиардов долларов США, половина из которых была уворована. Поэтому первая задача – это макрофинансирование международных финансовых институтов Европейского Союза. Украина – бесспорно топ-тема дискуссий участников конференции. Не упустил возможности приобщиться к главному вопросу Мюнхена и Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии буквально на полдня пролетел в баварскую столицу для встречи с украинскими оппозиционерами. Но в центре внимания все же оказался не Саакашвили, а спор между главой МИД России Сергеем Лавровым и Джоном Керри. «Большинство жителей Украины хотят жить в свободной процветающей стране, и они борются за право быть вместе с теми партнерами, которые помогут им реализовать их надежды. Их будущее не должно зависеть от одной единственной страны, и здесь не должно быть места принуждению. Соединенные Штаты и Евросоюз поддерживают народ Украины в этой борьбе». В свою очередь Лавров дал понять, на чьей стороне Россия. «А какое отношение к продвижению демократии имеет разжигание уличных протестов, которые приобретают все более насильственный характер? Почему не слышно осуждающих голосов в адрес тех, кто захватывает и удерживает до сих пор административные здания, нападает на полицейских, поджигает полицейских, выступает с российскими, антисемитскими, нацистскими лозунгами?» Досталось от Лаврова и Евросоюзу. Россия обвинила европейцев в политике двойных стандартов. Еврочиновники, в свою очередь, повторили – предложения Киеву остались в силе. Будущее Украины в Европейском Союзе. За трехдневное пребывание в Мюнхене украинской оппозиции удалось не только привлечь внимание международных политиков, но и добиться от них первых решительных действий. Уже в среду с визитом в Украину намерены приехать верховные представители ЕС по вопросам безопасности – Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан Фюлле. А в четверг – заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и несколько европейских министров иностранных дел. Яна Карпова, Кирилл Журавлев, РТВА, Мюнхен. Тема Украины бесспорно стала основной в Мюнхене. Однако в последний день работы конференции по безопасности акцент сместился в сторону Ближнего Востока. Речь, в частности, зашла об иранской ядерной программе. Очередной раунд переговоров Тегерана и шестерки посредников по этому вопросу состоится 18 февраля. Но не в Женеве, а в Вене. Сегодня глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавадзариф в кулуарах Мюнхенской конференции встретился с госсекретарем США Джоном Керри. Госдепартамент подтвердил, что разговор имел место. Однако о деталях не сообщается. Озадачила многих вовсе не встреча Керри с иранцами, а открытое заявление главного американского дипломата по Израилю с трибуны форума по безопасности. Безопасность и экономическое процветание, о котором говорят сегодня израильские лидеры, не более чем иллюзия, а провал мирных переговоров повлечет за собой тяжелые последствия для израильтян. В частности, приведет к экономическому бойкоту. Выступление Джона Керри вызвало резкую критику со стороны израильских политиков. Премьер-министр страны Бениамин Даньягу, открывая еженедельное заседание правительства, заявил. Попытки объявить бойкот государству Израиль являются аморальными и несправедливыми. Эти попытки не достигнут своей цели, поскольку способствуют тому, что палестинцы закрепляются на неприемлемых для Израиля позициях. Никакое давление не способно подвигнуть меня на уступки по вопросам, касающимся ключевых интересов государства Израиль, и в первую очередь по вопросам безопасности граждан страны. Израильские политики назвали позицию Керри несбалансированной. В Иерусалиме отмечают, еврейское государство нуждается в нейтральном посреднике, а угрожать бойкотами и изоляцией просто недопустимо. Недопустимыми назвали высказывания госсекретаря США и в Дамаске. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем заявил, правительство Башара Асада отказывается вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами, пока Джон Керри не извинится за свои высказывания на открытии конференции «Женева-2» 10 дней назад. Напомню, в своем выступлении Керри говорил о жестокости режима Асада. Впрочем, дипломат извиняться за свои слова не намерен. При этом госдепартамент опроверг утверждение Дамаска о том, что Вашингтон добивался проведения прямых переговоров с сирийской делегацией. В госдепе заявили, что США в Женеве не искали встреч с сирийскими властями. В то время как в Мюнхене проходила конференция по безопасности, усиленные меры безопасности принимали в Каире. В египетской столице возобновился судебный процесс над отстраненным от власти президента Мухаммедом Мурси. Ему и еще 14 лидерам исламистского движения «Братья-мусульмане» предъявлены обвинения в пострекательстве к убийству протестующих у президентского дворца в 2012 году. При этом Мурси решил изменить тактику поведения в суде. За все время заседания он не произнес ни слова. Еще 4 дня назад бывший глава государства неоднократно прорывал процесс выкриками о том, что он до сих пор является законным президентом Египта. Сторонники Мурси утверждают, что все обвинения против него политически мотивированы. Исламисты регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения лидера «Братьев-мусульман» в президентское кресло. Однако выступления жестко подавляются военными. За последние месяцы в результате противостояния погибли несколько сот человек. Само движение «Братья-мусульмане» было объявлено в Египте террористической организацией. При этом правозащитники назвали некоторые из выдвинутых против Мурси обвинений абсурдными. За два месяца до президентских выборов в Афганистане начали свои кампании претенденты на высшегосударственный пост. Нынешний афганский лидер Хамид Карзай находился у руля два срока, и Конституция страны не позволяет ему баллотироваться в третий раз. При этом предстоящее голосование будет рассматриваться как проверка готовности афганских сил безопасности взять под контроль ситуацию в стране после ухода сил коалиции во главе с НАТО в конце нынешнего года. Пока наблюдатели скептически оценивают возможности местных силовиков. В субботу неизвестные убили двух помощников одного из ведущих кандидатов в президенты, бывшего министра иностранных дел Абдуллы Абдуллы. Напомню, на выборах главы государства в 2009 году он занял второе место. Шествие в поддержку узников Болотной состоялось сегодня в Москве. Несколько тысяч человек прошли от Пушкинской до Тургеневской площади. Демонстранты обратились к участникам предстоящей Олимпиады в Сочи с призывом поддержать требования по освобождению политических узников в России. С протестующими по Москве прогулялась и наш корреспондент Александр Агиенко. Место проведения шествия – бульвары в центре Москвы. Стоит отметить, что власти российской столицы никак не хотят согласовывать акции оппозиции на других улицах, особенно тех, которые примыкают к Кремлю. И каждый раз предлагают либо бульварное кольцо, либо проспект Сахарова. Поэтому, можно сказать, это место традиционное для проведения оппозиционных акций. В этот раз участники вышли с требованием освободить всех политических заключенных, в особенности обвиняемых по так называемому болотному делу. Почти полтора года длится этот масштабный судебный процесс, обвиняемыми по которому проходит сразу 29 человек. Все они оказались вовлечены в массовые беспорядки и столкновения с полицией в мае 2012 года, во время шествия оппозиции на Болотной площади. Судят их по трём статьям Уголовного кодекса – это организация массовых беспорядков, участие и призывы к ним, а также применение насилия в отношении представителей власти. Восемь человек в конце прошлого года были освобождены от уголовного преследования в рамках всеобщей амнистии. Однако остальные участники беспорядков на Болотной по-прежнему лишены свободы. Есть те, кому же вынесен приговор. Участники шествия в Москве уверены, дело против них сфабриковано. Это не что иное, как политический заказ в отношении людей, которые принимали участие в акции оппозиции. Не должны быть осуждены люди и сидеть невинные люди, потому что 6 лет – это просто наказание всей стране, а не им. Поэтому мы здесь. Впрочем, не только свободу узникам Болотной требовали участники шествия. На митинге вместе с представителями оппозиционных движений были и националисты, которые выступали за отмену 282-й статьи Уголовного кодекса, по которой наказывают за экстремизм. В целом, акция прошла спокойно и, как замечали многие участники шествия, как-то скучно. Получилась такая прогулка в огороженном пространстве в сопровождении полиции. Сами участники шествия признают, протест в России пошел на спад. Особенно это заметно на фоне событий в Украине. Мне кажется, что вот это разочарование тем, что происходит у людей. Люди понимают, что вот эти вот митинги, вот эти марши, вот то есть ничего не могут, ничего, так сказать, нет, окажется. Я, может, таким образом пытаюсь оправдать людей, которые не выходят на дело, которые понимают, что ничего не добьешься. Потому что Украина показала, как надо защищать свои права. Всего, по оценкам полиции Москвы, в шествии приняло участие около двух тысяч человек. Организаторы изначально заявляли около 30 тысяч. В настоящее время восемь человек ждут приговора в рамках болотного дела. Судебные заседания полностью завершены. Прокуратура потребовала для них реальные сроки заключения от пяти до шести лет. После этого следует ожидать другой процесс уже над лидерами оппозиции, которых будут обвинять в организации массовых беспорядков. Из российской столицы передавала наш корреспондент Александра Агиенко. Продолжаем. Таиланд проголосовал на фоне массовых протестов. В стране завершились все общие выборы, которые оппозиция бойкотировала. Некоторые избирательные участки в Бангкоке и на юге страны были вынуждены закрыться из-за антиправительственных выступлений. Но в целом процесс голосования прошел мирно. Премьер-министр Таиланда Инглак Чиноват решила провести досрочные выборы в ответ на начавшиеся в ноябре прошлого года массовые акции протеста, участники которых добивались ее отставки. Противников премьера возмутила попытка объявить амнистию, под действие которой подпал бы ее брат Токсин Чиноват, бывший глава правительства, находящийся в изгнании. Оппозиция считает, что именно Токсин контролирует руководство Таиланда и за границей. На время выбора в стране были приняты усиленные меры безопасности. Во многих областях было введено чрезвычайное положение. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова